То ли федеральная автотрасса, то ли дорога фронтовая. Такие противоречивые сравнения получили дворы нескольких домов на проспекте Победы. Местные жители так их прозвали после резкого увеличения потока автомашин, проезжающих под окнами их многоэтажек. Правда, люди такому резкому всплеску автотрафика совсем не рады. Огромные колдобины, колейность и глубокие лужи. Так выглядит проезжая часть возле дома номер 68 по проспекту Победы, а также с соседних многоэтажек. А началось все прошлой осенью, когда неподалеку случилась авария на коллекторе. Последствия для местных жителей были не только в виде проблем с водоснабжением. В течение этих трех месяцев весь транспорт, который шел по направлению к метро от площади Терешковой, он также шел через двор 70-го, 72-го и 68-го дома в эту арку. Потому что там лежали трубы и было все заблокировано. В январе этого года ситуация повторилась. Опять авария, опять на проспекте Победы. Снова потоки автомашин пошли через многострадальные дворы. Из-за чего люди в очередной раз почувствовали себя обитателями домов, стоящих на федеральной трассе. Мимо нас едет вот этот дом, 74-й дом. У нас дорога Москва-Рига. У нас утром пробки, вы знаете, как вот на шоссе. Стоят пробки, потому что все едут на работу. Вот, пожалуйста, машина. А не все не могут через эту лужу, не через арку проехать. Там уже стало все сыпаться с арки. И даже люстру у людей на первом и втором этаже шатаются. Вместе с эпитетом «федеральная трасса» одновременно люди дают проезжей части другое сравнение. Фронтовая дорога. Проползающие мимо машины окончательно разбили асфальт, который и без того был не в самом лучшем состоянии. В итоге скорая помощь, мусоровозы, не говоришь в такси, стараются сюда не приезжать. Двор не чистится вообще. Дворник проходит, только вот маленько почистит возле этих подъездов. И все. Посмотрите, какие анализы. Я не видел, что управляющая компания и главный инженер Михаил Васильевич принимал какие-то меры. В роли управляющей компании, по словам местных жителей, выступает фирма «Паритет». Наши попытки пообщаться с ней ни к чему не привели. Дверь закрыта, никто не открывает. Написано, что у них обед с 12, сейчас на часах 11.25 и никого нет. Мы попытались дозвониться диспетчеру, телефон указан. И, судя по звукам, которые раздаются оттуда из двери, звонок проходит. Вот слышите? Ну, вот так они работают. Люди тем временем требуют, чтобы управляющая компания либо приняла все меры для ограничения автотрафика через дворы, либо по окончании ремонтных работ на коллекторе полностью восстановила здесь асфальт.